здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я хочу с вами поделиться секретом рецепта одного необычного салата этот салат у меня очень любят гости и просит рецепт всегда но решила сегодня наконец-то поделиться рецептом на самом деле он очень простой и очень вкусный для этого салата нам с вами потребуется баклажаны помидоры репчатый лук любое растительное масло которое вы используете для салатов я использую масло пахучие семечками и соль дальше мы с вами берем баклажан помыли моего и срезаем вот так вот верхнюю часть срезали и отправили в кастрюльку с водой и вот так вот я у всех баклажанов абсолютно обрезаю вот если крупный баклажан его можно на две части разрезать только не не в пополам ну в принципе можно наверное пополам ничего страшного не будет можно как хотите как вам удобно можете на пополам или вот так разрезать или вот так разрез поставили варить баклажаны я немножечко чуть-чуть вот буквально пол чайной ложки на такую большую кастрюлю сыплю соли не знаю зачем может быть горечь чтобы выйдет но не знаю я вот чуть-чуть буквально соли здесь не обязательно чтобы они были соленые здесь чуть-чуть нужно добавить может они так быстрее варится не знаю ну зачем то я это делаю так ну что мои дорогие баклажаны мои закипели вот 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 пусть вас не пугает что они вот так вот плавают не тонут и это нормальный процесс я их накрываю крышкой и в таком виде они у меня будут вариться думаю что наверное минут 20 ну сейчас посмотрим просто никогда времени засекала прошло буквально 15 минут час мы все проверим и у нас с вами нож должен легко вот он уже легко заходит видите баклажан вот этот еще чуть-чуть бы поварить один вот эти два готовы они прям ну чуть-чуть немножко сыроватый я еще минут на пять оставлю окна у меня еще пять минут прошло поэтому даже если они проварятся полчаса что-то вы их упустили вот прям тут вообще ни разу переживать не нужно ничего с ними не произойдет абсолютно все и этот тоже у меня готов баклажан всего выключаю а теперь я просто беру и выливаю воду вместе с баклажанами такой душ лачок осторожно только надо делать не обожгитесь вот потом мы что с вами делаем мы с вами берем так равномеренненько положили положили тарелочку вот так вот и достаточно поставить сверху кружку с водой и вот в таком виде они у нас с вами должны остыть можно использовать начинать уже бригад приготовление этого салата когда они будут теплые но в принципе если совсем остынут то будет еще лучше забыла добавить для чего мы это делаем мы это делаем для того чтобы из баклажана вышла вся лишняя ненужная нам жидкость вот у меня прошло 50 минут и вот они у меня вот такие плоские получились что мы дальше с вами делаем они конечно не совсем остыли но в принципе можно даже не дожидаться дальше режутся они очень хорошо и так вот мы с вами нарезаем и видите они какие плоские стали режутся прям вообще как легко нож как масло входит легко а вот с этим баклажаном я поняла что у меня произошло он какой-то сам по себе неправильный бракованный наверное он какой-то жесткий и волокнистый поэтому к сожалению только на выброс такой тоже бывает и дальше мы сюда начинаем резать наши помидоры тоже квадратиками такими квадратиками я думаю что на это количество баклажана у меня наверное уйдет штук 8 помидорчиков вот так произвольно 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 я наверное 8 ты много сказала наверное штучек 5 ну в общем какое количество баклажан такое же количество и помидор по объему я имею ввиду так это у нас на выброс ну наверное еще один помидорчик квадратик так все отправляем к нашим баклажанам вот осталось на это количество не будет достаточно половинки луковки я буду профессионал и опор любитель и вот такое количество лучка тоже отправляем к нашему салатику вот дальше мы с вами к его солим и добавляем чуть-чуть масла немного и все это перемешиваем вот вы всегда можете добавить больше помидор или больше баклажан это уже на ваш вкус вот смотрите какой простой казалось бы но очень вкусный и сытный салат который подходит и для шашлыков и для я вот утром делаю омлет и с омлетом он замечательно уходит и еще как самостоятельное блюдо ну что как видите салат правда очень простой поэтому ребят готовьте с удовольствием всем приятного аппетита пока пока а а а Продолжение следует...